Всем привет! Сегодня я расскажу, как правильно сохранять информацию о своём канале, о своих видео, чтобы в случае чего вы могли без проблем его восстановить или, если вам нужно какое-то видео изменить, чтобы вы тоже могли его найти быстро, оперативно, а не ищая его среди других видео на канале. Для этого нам подан будет совсем немного. У нас должна быть наша gmail-почта, с которой мы сейчас начнём работать. Раньше я уже в видео показывала, как мы регистрируем почту, как мы её защищаем и сейчас на этой же тестовой почте я буду показывать, как начинать работу именно с гугл-диском и с таблицами. То есть вот мы зашли в свой аккаунт, потом нажимаем на 9 квадратиков, выбираем диск и в нашем диске нажимаем создать, выбираем таблицы и вот готова наша первая таблица. И мы можем назвать её званием нашего канала. Что же в этой таблице мы будем делать? Мы будем создавать здесь различные графы, которые будем заполнять. Первое это номер, то есть мы будем следить, сколько наших видео уже вышло. Затем у нас будет название, то есть заголовок видео. Дальше у нас будет ссылка на видео, затем описание, под роликом которое, затем теги, конечные заставки, подсказки, субтитры, комментарии, монетизация и плейлист. Затем, чтобы у нас всё выглядело красиво, мы выбираем нашу строку вот здесь нажав и затем вверху выбираем вот этот значок, чтобы у нас от центра красиво распределилось видео. Чтобы расширить колонки, мы просто наводим, появляется вот такая стрелочка, нажимаем левой клавишей мыши и тянем на нужное нам расстояние. То есть смотрим, чтобы всё помещалось. Также эту строку можно выделить и сделать текст ширнее. А лишние строки опять же можем выделить, нажать правую клавишу и удалить столбцы, все которые нам не нужны. Итак, вот у нас появилась шапка нашей таблицы и как мы её заполняем. Например, вы развестили свой первый ролик. Пишите номер один, я зайду на наш канал Школа Видеоблогера и последний ролик покажу, как это делается. Вот, допустим, возьмём наш урок по новой творческой студии. Если ещё не смотрели, обязательно посмотрите, полезный инструмент, переходит постепенно YouTube на новую творческую студию. Она немножко отличается от классической, поэтому быстрее изучайте её, чтобы не потерять время, которое очень ценно. Итак, вот наш ролик. Нам нужно взять его название, то есть вот оно, мы его копируем, два раза быстро нажимаем на ячейку, у нас появляется такой вот черта, которая мигает и мы просто вставляем текст. Ctrl V, если вы работаете на Windows. И вот вставилось наше название. Если у вас так некрасиво растянулся текст, то просто выделяете ячейку один раз на неё нажав и вот здесь находите вот такой значок и выбираете обрезать текст. Затем следующий наш столбец это ссылка на видео. Чтобы взять красивую ссылку, мы всегда используем именно короткие ссылки. Для этого нажимаем поделиться, копировать. И ссылочка у нас копировалась. Именно эту ссылку мы вставляем в эту ячейку. Затем описание. Опять смотрим наше видео. Выделяем то описание, которое у нас именно под этот ролик, то есть не копируем общий блок, который у нас по умолчанию идёт. И вставляем сюда. Я, чтобы мне не растягивала таблицу, вот так, да. Обычно все новые строки из описания убираю. То есть затем, когда я буду восстанавливать, я знаю, где будут новые строки. То есть по тексту можно понять, где нужно создать новую строку, а где идёт текст по очереди. В то время как именно в самом доке всё выглядит красиво. Хочу обратить внимание. Вот я скопировала текст описания прямо отсюда. И поэтому у меня некоторые ссылки вот так вот обрезались. И затем, когда я вставлю этот текст ещё раз, эта ссылка не будет работать. Поэтому важно, что если вы хотите сохранить ссылки, заходите в «Изменить видео» и копируйте текст описание непосредственно отсюда, чтобы все сокращения ссылок, которые появляются, их не было. Следующий момент – это теги. Теги канала очень удобно копировать, если у вас есть плагин вид IQ. Как видите, здесь он у меня не стоит и это неудобно. То есть вам придётся, скажем так, вручную все ваши теги и переписать вашу таблицу. Если же у вас есть плагин вид IQ, то это будет выглядеть следующим образом. Вот я зашла на наш ролик и я могу сбоку, видите наши теги видео, нажать на скрепочку и скопировать их. Или точно также, зайдя в «Изменить видео», рядом с тегами тоже есть вот такая скрепочка, на которую можно нажать и скопировать все наши теги. Итак, мы скопировали теги и тоже их вставили в нашу ячейку. Затем мы смотрим, есть ли у нас конечные заставки на ролике. Мы видим, что сейчас нет конечных заставок. Если мы не планируем сейчас заполнять, то мы просто этот столбец вставляем пустым и мы будем видеть, что здесь нет конечных заставок и можно это исправить. Если же у нас, например, есть конечные заставки, то здесь пишем их количество и что это. Например, у нас там 4 заставки, это новое видео, подходящее, подписка на канал. Вот у меня все на английском написала, ничего страшного. И, например, вы добавили плейлист. Можно даже написать его название. Например, у нас плейлист «Новая творческая студия». Затем подсказки. Подсказки – это то же самое, что и конечные заставки. Мы заходим, смотрим, есть ли у нас или нету. Их нету, следовательно, мы здесь ставим, например, прочерк или пишем «Добавить». Нет, тут толпец. То есть, если нету, то пишем прочерк. Если есть, то точно так же, как в конечных заставках, прописываем. Можно, например, не текстом, а именно ссылки на те видео, которые вы добавили в конечные заставки или эти видео, которые добавили в подсказки, именно ссылками сюда добавить. Следующий пункт – это субтитры. То есть, если вы заказывали субтитры на ваш ролик или сами вручную их создавали, то у вас есть субтитры. И вы можете здесь продублировать их текст, прямо сюда вставив текст или же создав текстовый документ и дав сюда ссылку, но сохранить свои субтитры здесь. Если у вас, например, несколько вариантов субтитров, то есть у вас есть субтитры на русском и есть перевод на английском, то вы всегда можете добавить новые столбцы в свою таблицу. Например, выделить наш столбец «H» субтитры, нажать правой клавишей мыши и вставить столбец справа или слева, как вам удобнее. И здесь уже, например, написать субтитры русские и субтитры английские и сохранять здесь текстовые субтитры. У нас субтитров никаких пока нету, ставим прочерки. Следующий момент – это комментарий. Мы всегда говорим, что важно первый комментарий оставить от самого канала, чтобы вовлечь зрителей в беседу. Если такой комментарий оставлен, например, у нас он оставлен. Так, вот у нас есть такой, который с описанием, а есть именно с призывом закрепленный. Именно этот комментарий нам и нужен, то есть тот, который мы ставим выше всех, который для нас важнее и в котором есть какой-то вопрос, призыв. И можем его тоже скопировать, чтобы знать, что у нас есть комментарий в закрепе. Следующий момент – это монетизация. То есть, если вы, например, монетизируете свой канал и вы хотите отслеживать, какие ролики вы включаете для монетизации, которые нет, то здесь тоже можно это отмечать. И, наверное, удобнее именно в монетизации использовать цветовой код. То есть, вы, например, выделили ячейку, нажав на нее, затем находите вот такую канистру, леечку, нажимаете и, например, если монетизация включена, выбираете зеленый цвет. Если у вас в творческой студии горит такой желтенький значок, да, то есть у вас какие-то проблемы с монетизацией, то можете здесь залить желтеньким. А если, например, у вас там нарушенные оптимические права, запрещена монетизация, то можете залить красным и вы будете знать, что вот это видео, например, не монетизируется. Следующий момент – это плейлист. То есть, например, вы размещаете этот ролик в несколько плейлистов и хотите знать, что этот ролик точно есть в плейлисте, потому что наличие ролика в плейлистах тоже влияет на оптимизацию, поэтому можете, например, написать здесь количество плейлистов, что да, у нас в двух плейлистах, например, в инструкциях и в нашем плейлисте, который называется «Новая творческая студия». И таким образом вы расписываете все ваши ролики. И когда вам, например, появится время, чтобы оптимизировать свои ролики, улучшить их, вы будете сразу видеть, что, например, вот, на каких-то роликах нет подсказок, на какие-то можно добавить субтитры, на каких-то есть нарушение авторских прав, возможно, стоит перезаписать этот ролик, не нарушая права, не делая других каких-то действий, которые мешают вам монетизировать, перезалить этот ролик и, скажем так, монетизировать большее количество роликов, чем сейчас. То есть всегда можно все улучшать, и именно такое ведение таблиц вам в этом поможет. Также обязательно именно берем короткую ссылку, для чего это нужно. Если вам нужно срочно найти ролик и что-то на нем изменить, то вы можете всегда, вот, например, вы были на своем канале, вам написали какой-то комментарий, например, в комментарии написали, что у вас ссылки в подсказках не работают, то есть вам пришло уведомление, вы пришли на этот ролик, и вам нужно вот тут тоже изменить информацию, да, что поменять подсказки или конечные заставки. И тогда, если вы возьмете ссылочку именно отсюда и нажмете на клавиатуре в доке Ctrl F, то у вас появится поиск по листу, и вы можете ставить сюда ссылку, и вам покажется ваш ролик. У меня как бы заполнено одно видео, поэтому, естественно, он меня не находит, но, допустим, вот с этой ссылкой покажу. То есть, видите, она посветилась зеленым. Если, например, этот ролик был бы у меня не самый первый, а где-нибудь внизу, и вот я, например, стою вверху страницы, и мне нужно найти мой ролик, среди вот уже сотни и тысячи, вот, как у нас на канале уже тысячи пятьсот роликов, и еще столько же в плане, то есть сложно искать, пролистывая полностью весь список. Но имея у нас ссылку на ролик, например, Ctrl F мы нажимаем, Ctrl V вставляем нашу ссылку, и видите, таблица сама меня отмотала на нужный мне ролик, и все это даже подсветило. Точно так же можно искать не по ссылке, а по заголовку. Например, если я наберу урок один, то вы видите, что тоже мне подсветилось, если, например, буду наверху, то опять он меня сюда направит. То есть вы можете искать по ссылке, по заголовку, по любой информации, которую знаете про свой ролик, его на этой таблице. Вот таким макаром, если вести учет всех своих видео, то вы никогда их не потеряете. Опять же, если вдруг ваш ролик удалили, а то изломали ваш аккаунт, удалили ваши ролики, то YouTube, когда вы к нему обратитесь для того, чтобы восстановить их, потребует от вас обязательно именно ссылки на удаленные видео. Если вы такой учет не ведете, то вы не сможете эти ссылки предоставить и по факту потеряете свой канал. Когда у вас есть вот такое, скажем так, такой архив информации о роликах, вы всегда можете их восстановить. Также эти столбцы вы можете поставить в любом порядке, отказаться от каких-то столбцов, если они вам не нужны. Или, например, добавить новые. Например, я рекомендую поставить такой столбец, как дата и время, где вы можете описать, какого числа и во сколько вышел ваш ролик. Это очень удобно, если здесь вы будете прописывать свой контент-план и здесь вы будете видеть, какие ролики размещены и когда планировать следующий ролик. Вот такую таблицу я предлагаю вам попробовать сделать и перенести туда те ролики, которые у вас уже есть на канале и продолжить ее вести дальше. Если у вас остались вопросы, если есть свои идеи по тому, как правильно хранить ролики, как их сортировать или какие столбцы сюда можно добавить, пожалуйста, пишите в комментариях. Делитесь своим опытом, получилось у вас сделать таблицу, понравилось ли вам работать так со своими роликами. Также предлагайте свои темы, что вам рассказать про гугл таблицы. Если вдруг у вас не получилось сделать эту таблицу, то тогда предлагаю вам дальше смотреть наш канал, у нас будет выходить много роликов, посвященных именно уроков, как пользоваться гугл диском, гугл таблицами, как на них что изменять, как давать доступ и так далее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!